ЕГЭ – не конец жизни. Психологи в один голос утверждают, что не нужно относиться к экзаменам как к глобальной катастрофе и подрывать из-за этого свое здоровье. Время изменилось, и сейчас большинство работодателей обращают внимание не на корочки об образовании, а на конкретные умения и навыки выпускника. И возможностей для реализации гораздо больше. А вот что действительно может повлечь за собой необратимые последствия – это негативные установки родителей и педагогов перед ЕГЭ. Хочется обратиться прежде всего к родителям детей, которые готовятся к экзаменам, чтобы они не накаляли обстановку дополнительными своими переживаниями, потому что мир меняется. И если они будут спокойны, дети, соответственно, тоже будут более спокойны. Родители, как можно чаще напоминайте детям о своем безусловном принятии. Говорите им, что несмотря ни на что вы их любите и поддерживайте. Не зацикливайтесь на результатах экзаменов, а лучше вспомните успехи ребенка. Проследите, чтобы ваш выпускник высыпался, грамотно распределял нагрузку, правильно питался. Даже если школьник все-таки провалил ЕГЭ, это всего лишь повод проанализировать ситуацию и вынести из этого выводы. Помочь ребенку отпечалить, самим отпечалить. Да, конечно, мы имеем право испытывать печаль, не запрещать себе грустить. И при этом искать возможности и средства, как дальше двигаться, в какую сторону, где надо подработать. Давать ребенку какие-либо успокаивающие лекарства лучше с разрешения врача. А вот универсальная успокоительная для всех – это вода. Она подавляет чрезмерный уровень адреналина и гормона стресса – кортизола. Сам выпускник также может помочь себе специальной практикой – дневник достижений. Как много я уже успел до экзамена выучить и прям полностью написать все свои успехи, чтобы у него это было его опорой, его базой. Тогда он будет помнить, что он уже многое знает, и ему осталось еще немного подучить. Если соблюдать рекомендации психолога, то у выпускника появится сила на подготовку к ЕГЭ, придет уверенность в своих силах и снизится тревожность.